Всем привет! Хлебит махнатющих чудовищ. Уже раз пришел на пасеку. Слабые семьи ставить на верхние, то есть на сильных. Заодно посмотрю, что тут делается в остальных ульях. Интересно мне. Ветер задувает пленку. Сейчас положу кирпичик, чтобы не мешал. Вот так вот, крестьянским способом. Задавали хороший вопрос, какие пчелки интенсивные. Видите, сейчас ближе покажу. Какие шебуршные, какие шебуршные. Тоже, видите, пошли в серединку улья. Вот так вот издали покажу. Перемещается в серединку. Значит, что? Начинает гнать расплод. И сразу появляется у них испарина. Потому что, чтобы выращивать расплод, нужна вода. Они поднимают температуру, начинают дышать и сразу появляется на пленочке вода. Все. Пошел у нас расплод февральский. Так и должно быть. Обычно у нас 15 числа начинается выращиваться расплод. Вот он и пошел. Пчелки какие шебуршные. Можно безнаказанно их трогать через пленку. Вы же меня не укусите через пленку. Безнаказанно теперь я вас могу беспокоить. А то все, вы меня жалите, да вы меня жалите. А теперь я могу над вами издеваться. Пришло мое время вам отомстить. Так, ну это шутка была, конечно. Так. Так. И задавали вопрос, какой силу должна быть семья минимально, чтобы она нормально развивалась. А с какой семьей не надо связываться. Это, значит, касается весеннего старта. Хороший очень вопрос. Значит, есть такой килограммовый стандарт. Вот если вы когда-то пакеты пчеловода покупали, пчеловодческие, ну пакетных пчел, ну либо интересовались этой темой, то знаете, что по стандарту пакет пчел это килограмм, то есть четыре рамки. Минимум килограмм, ну и соответственно четыре рамки расплода. Вот потому что что такое пакет? Пакет, когда вы покупаете килограмм пчел и четыре рамки расплода, это уже, значит, у вас расплод выходит, получается 8 рамок, плюс те четыре, которые были, это 12 рамок у вас пчел получается через 10 дней. То есть практически вы купили семью, которая через 10 дней будет уже полноценной семьей. Вот это называется пакет, это правильный пакет. А весной это тот же пакет, должно быть не меньше килограмма пчел, потому что если меньше, то они уже очень плохо развиваются. Но дело в том, что весной нет расплода. Вот отличие пчел зимних, когда они стартуют и должно быть не меньше 4 рамок, то есть не меньше килограмма. И пакета, который вы покупаете, в том, что в пакете есть расплод уже готовый, печатный. А здесь его нет. Вот, трошки состояние у пчел вот этих похуже. Старт хуже. Но тем не менее, они стартанут. Значит, если у вас больше, чем 4 рамки пчел, то это просто прекрасно. Значит, опять же, если стандарты возьмем, еще старые СЛД пуски, то слабенькой семьей считается семья меньше 6 рамок, средний 6-8. А больше 8 рамок это уже сильная семья. То есть 10-12 рамок это уже сильная семья по стандарту. Та, которая идет в зиму. Соответственно, когда она выходит из зимы, стандарты те же. Сильная семья 10-12, средненькая 6-8, слабая меньше 6. А критически малая семья это 4 рамки килограммовая. Если пчел меньше чем 4 рамки, они будут весной очень и очень плохо развиваться. Очень медленно, очень плохо и толку с них не будет. То есть их придется тянуть за уши, потому что такие семьи нормально развиваться не могут. Во-первых, там некому летать за водой. Пчелы, когда выращивают расплод, они же его греют. А какая проблема весной? Та, что пчелкам надо греть расплод. Когда они греют расплод, у них получается дефицит летных пчел. А пчелам надо летать за пыльцой. Ну, пускай пыльцу они за два дня занесут. Потратят два дня, принесут. Все нормально. Вот мед, допустим, у них есть. Мы им оставили. А воды нет. За водой надо летать. И вот семье надо выделить часть пчел, которая будет летать за водой. А воды надо много. И воду они носят с колес, потому что впрок они ее не заготавливают. То есть на каждый день им надо летная пчела, которая будет носить воду. Когда пчела выходит на вылет, значит она расплод не греет. И вот количество расплода весной ограничивается количеством пчел, которые могут греть расплод. То есть матка может дать максимум весной. Ну, то есть она раскочегаривается, она может дать расплоду больше, чем пчелы могут его выгреть. И вот тепло ранней весной — это бич. Это такой ресурс очень важный. И без тепла ничего не будет. То есть нормального развития пчел без тепла не будет. Тепло — это очень важно. И вот семейки, которые меньше четырех рамок, меньше килограмма, они вот этого теплового баланса держать не могут. Они начинают шарахаться из угла в угол. Тут матка им накидала расплода. Они начинают его греть. Тут им надо вода. Они поднялись, полетели за воду. Расплод некому греть. Тот расплод немножко замерз. Они его выбросили, замерзший этот расплод. Принесли воды. Кормят тот расплод, который остался. Опять матка добавляет этого расплода, потому что яйца из нее сыпятся. Им надо пыльца. Опять они часть пчел выделили на сбор пыльцы. Полетели за пыльцой, принесли пыльцу. В это время расплод не грели. Опять расплод застыл. И, в общем, эта чехарда начинается в таких слабеньких семейках постоянно. И вот признак того, что семья себя не может обогреть, это то, что они начинают выбрасывать мертвых беленьких личинок из ячеек. Очень часто это путают с аскосферозом. Вот весной, когда рамочку вытягиваете, а там разгрыженная ячейка и пчелка беленькая такая. Куколка смотрит на вас беленькими глазками, потому что она погибла и замерзла. И часто это с аскосферозом путают. Но дело в том, что это не аскосфероз, это пчелы не могут нагреть пчелиный расплод. И обычно вот эти ячейки, они, ну вот у вас рамочка, там есть пятно расплода. Вот эти пчелки замерзшие, они по краю рамочки. То есть клуб греет основную часть, в центре они не гибнут, потому что они их там греют. А вот крайние ячейки, крайние пчелки, вот эти молоденькие детки, они вымерзают. Потому что, когда холодно, пчелы, пчелиный клуб, он сжимается, бросает вот этот крайний расплод, который с краю. И они там, эти расплодинки погибают. Вот. И потом они шишки разрезают, чтобы их выбросить. И видите, разреженные ячейки, там личинка. И эти личинки выбрасывают на пол улья. Начинают пугаться, за голову хвататься. А скосфероз, что делать? Дело не в скосферозе. Дело в том, что холодные улей не могут нагреться. Тогда вам надо либо их искусственно подогревать, либо смириться с этим делом, потому что ничего больше сделать не можете. Не хватает силы семьи. Потому что, опять же, в апреле сколько у нас рамок расплода? Четыре. Притом, неважно, сильная эта семья будет, не сильная, все равно будет четыре рамки расплода. Ну, приблизительно. У какой-то пять, около четырех рамок. Там плюс-минус. Когда как. Ну, все семьи, они разные. Вот почему такое количество маленькое расплода? Потому что, если семья двенадцать рамок, она может восемь рамок расплода угреть. Может. Почему не греет? Потому что нету молодой пчелы, которая кормит расплод. Потому что там в сильной семье важно не только тепло. Теплом она может обеспечить. Но нету молоденькой пчелы, которая молочко выделяет. Поэтому нечем кормить много расплоду. Поэтому количество расплода ограничено. И получается, что в средней семье четыре рамки. Что в сильной семье четыре рамки одинакового расплода. Вот на этой особенности строится тот метод, который сейчас называют метод ГОПКИ. Когда пчелам еще до облета дают пыльцу. И пчелиные семьи по силе равняют еще до облета. Потому что, что так, что так будет четыре рамки расплода. Почему? Я объяснил. А вот если у пчелок нету возможности выиграть даже эти четыре рамки расплода. То семья развивается очень и очень плохо. Притом вот эти пчелки, которые родятся в такой слабенькой семье. Они неполноценные. Во-первых, они недокормыши, недогреты. И соответственно, недолго живущие пчелы. Потому что весенняя пчелка, которая призимовала, она должна вырасти в себе замену. И отойти в мир иной. До мая месяца их уже никого не останется. То есть на 21 день после облета пчелиная семья имеет наименьший размер. Потому что старая пчелка призимовавшая отходит, а молоденькая еще не родилась. Семья слабенькая. После 21 дня она уже, семья идет в рост. Притом в бурный рост, если все хорошо. А вот эти пчелки, которые слабенькие, меньше килограмма, они в бурный рост не идут. Они вот еле-еле, они не погибают. Но они вот так целый сезон будут тянуться. Тянуться, 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 нудить, нудить, нудить. И не погибают. И толку от них нет. В смысле хозяйственно. Она как семья-то сохраняется. Она даже к осени к зимовке может стать хорошей и сильной семьей. Но дело в том, что меда вы с нее не увидите. То есть как хозяйственная единица, она бесполезная для вас. Поэтому таких семей не сельсообразно экономически держать. Такие вот дела. Так что ответ на тот вопрос, какая критическая масса пчел должна быть для нормального весеннего старта. Не меньше килограмма. Четыре рамки. Если меньше, значит надо искусственно подогревать. А может даже не только подогревать. Может надо им еще и воду давать, чтобы они не летали за водой. Это если у вас меньше четырех рамок пчел. Это бедовые семьи. С ними надо работать. За ними надо ухаживать. За всеми остальными не надо. Поэтому если у вас есть четыре рамки пчел, за них можете не беспокоиться. Они в принципе полноценные. Не сильные, но они нормально себе пойдут. Рост полноценный. Там еще пару рамок расхода бросите в мае месяце. И вообще будет все хорошо. А вот семьи, которые слабее килограмма. Там проблема. Если бросите все на самотек, с них толку не будет. Будут шататься, шататься, как медведь шатун. Толку из них не будет. И не умрут. И развиваться не будут. И вот так будут тлеять, тлеять целый сезон. Оно вам не надо. Такие дела. Но сегодня такое вот видео, наверное, печальное. А может и нет. Обязательно ставим лайк, потому что я очень жаль не до лайков. И передаем привет моим охнатненьким чудовищам. Так, ждем облета. Конец зимы уже. Наконец-то.